Чудеса телепортации продемонстрировал житель Челябинска. За секунду мужчина переместился из одного места в другое, только мистика здесь ни при чем. Под южноуральцем рухнул пол и он провалился прямиком к соседям. Теперь жильцы дома боятся повторить судьбу мужчины. Кто будет чинить потолок? Эльвира Хафизова выяснила. Потолок, получается, прогнел, видать, и не выдержал его веса. И он провалился сюда. Рамиль, не скрывая улыбки, показывает дыру в потолке. Случай действительно курьезный, чипы произошло в общежитии на улице Горького в доме 51. По словам местных, на чердак забрался пьяный мужчина и уснул. Гнилые доски попросту не выдержали сладкоспящего. В считанные секунды земля ушла из-под ног, и Челябинец провалился прямо в общий туалет. Сам неизвестный не пострадал, ушел на своих двух. Местные говорят, экстремал поневоле здесь не проживает. Как очутился на чердаке, не помнит. Ну, это он так сказал, что у него пропал телефон, документы, что вот так вот. Брат его забрал. Пока одни жильцы, тщательно скрывая улыбки, шутят, другим совершенно не до смеха. Дом, которому почти 70 лет, буквально трещит по швам. Нам страшно, конечно, здесь жить. В тот раз я вышла на улицу гулять с кушками. Стояли чисто случайно возле балкона. На третьем этаже сыпался балкон, кирпичи падали. По нашим меркам, я скажу, что вот все 34 года точно не было капитального ремонта. Общежитие обслуживает управляющая компания ЖУ-4. Судя по квитанциям, которые мы нашли в коридоре, не все жильцы исправно платят за капремонт. У одних долг в 30 тысяч, у других 15. На вопрос, кто будет отвечать за дыру в потолке, коммунальщики внятный ответ дать не смогли. Как-то будут проводиться ремонтные работы или что? У нас пока нет данной информации. На адресе работает мастер. Обрушение произошло на общей территории. На чердаке упал челябинец в санузел. Коммунальный омбудсмен уверяет, нужно провести экспертизу. К делу уже подключились полицейские. Выясняют, как на закрытый чердак попал челябинец. Впрочем, пока вопрос с ремонтом потолка не решился, жильцы стараются обходить злополучный санузел стороной. Эльвира Хафизова, Надежда Головина, ОТВ.